Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре серия фидеров от производителя Sportex. Серия называется Rapid Feeder. Пару слов буквально о производителе, о бренде. Бренд родом из Германии, более 60 лет на рынке. Производство всех удилищ это Германия. Соответственно, на штрих-кодах, кто это любит смотреть, циферка 40. Последнее время какие-то модели стали переносить на заводы в Корею и Китай, но на качестве это не сказалось. Значит, давайте приступим к главному. А пока приступим к главному, скажу пару слов буквально. По поводу запасных частей и по поводу обслуживания удилищ. Я в своих роликах часто говорю о том, что мы нашим постоянным покупателям, да и не только постоянным купившим, скажем так, у нас удилища, и подписавшихся на странички в социальных сетях, мы предоставляем две запчасти в год совершенно бесплатно в период проведения акций. Здесь, относительно Спортекса, здесь еще двойная для вас гарантия. Помимо того, скажем так, если вы сломали удилище по собственной вине, наступили там машиной, прижали дверью машины или как-то там переломили, друг вам сломал и так далее, вы можете обращаться к нам в магазин, и для вас будет действовать именно вариант акции бесплатной запчасти до двух штук в год, если вы, конечно, подписчик в социальные сети. А если у вас выявился заводской брак, то Спортекс, производитель, предоставляет вам гарантию на бланк 10 лет. Соответственно, к каждому удилищу идет вот такое вот бирочка-паспорт с номером индивидуальным для каждого удилища. Вы заходите на сайт производителя, регистрируетесь, регистрируете свою покупку в течение 30 дней и, соответственно, ни о чем не переживая, ловите, зная, что у вас фактически каска в подарке. Значит, поехали по бланкам. Значит, бланк изготовлен из высокомодульного карбона японского концерна Торей. Сами понимаете, это практически топовый уголь, который отвечает всем самым высшим стандартам производства удилищ. Это и классная сенсорика, это и тонкий слим-бланк, и правильная работа самого бланка, потому что, сами понимаете, из некачественного материала невозможно сделать качественное удилище, качественный бланк, и сделать бланк так, чтобы он работал как надо. Значит, по фурнитуре. Фурнитура здесь стоит Сигайт, тоже хорошая, это середнячок, это не топ, но и не нужен. То есть, у меня лично на моих самых любимых фидерах, которые, и даже не любимых, а тех фидерах, которые я вот работаю на любительских рыбалках, на своих выездах, да, постоянно, у меня, как правило, там фурнитура Сигайт по кольцам, и она работает годами, и ничего с ней не случается. Катушка-держатель стоит здесь ДПС. Точность также, это середнячок, надежный, качественный держак, с верхней гайкой, с верхним форогриппом, с очень качественной и еще металлической втулкой, то есть, здесь у вас ничего не сломается. Держак большой, крупный размер я имею ввиду, то есть, сюда встают катушки до восьмитысячника совершенно спокойно, я думаю, что какие-то и больше, если нужно, зайдут. Я лично сюда ставил шесть тысяч, бросал ими, да, пять, шесть, четыре тысячи и восьмитысячник ставил сюда, просто чтобы посмотреть, влезает, не влезает. Но мне шеститысячника за глаза хватало на любом из этих бланков. Что касается колец, вот смотрите, хоть они относительно тонкие, хотя это, ну, моделька такая, она называется Pellet Feeder, у меня в руках 56 грамм тест у нее, верхний. Но вот колечко, хоть оно не сильно крупное, для многих, может быть, кого-то это отпугнет, для многим это не нравится. Ну, я вам могу абсолютно точно сказать, что вот это расстояние, плюс работа самого бланка, шеститысячная катушка, здесь все улетает. У меня стояла плетня 0,11 и шок-лидер 0,28, то есть, все улетает и даже биения никакого нет. Что касается пробки на рукояти, это качественная пробка. Мелкопористая, не впитывающая влагу, то есть, здесь очень удобно тем, кому, кто хочет, скажем так, не париться с отмыванием ручки от рыбьей слизи и прикормки. Вы просто взяли, окунули чуть ли не эту ручку, вот, и вот так вот несколько раз потерли ее, оттерли, буквально, я вот пользуюсь губкой для мойки посуды, да, вот беру просто вот та жесткая, ее жесткая часть, вот этой жесткой часть несколько раз, вот так, бам-бам-бам-бам, все, все смыто, все чисто, не буквально минуты все высыхает. Дальше такая фирменная торцевая пробочка симпатичная. Ну и, в общем, все. Давайте тогда перейдем, наверное, уже к измерениям. Значит, расстояние, давайте, не с того начал. Значит, у меня в руках моделька ПФ 31.12, 330, тест 21.65. Расстояние от кольца до центра держателя 58, рукоять 40. Длина вершинки сразу, пока с метром у меня в руках, 63. Измеряем бланк, толщину бланка 13. И толщина рукояти 20 миллиметров. Значит, по вершинкам в комплекте у нас две вершинки. Единичка и двушка. Что очень важно, это огромные пропускные кольца на вершинках. Плюс противозахлестные тюльпаны. То есть, кому, кто боится, что что-то тут захлестнется, упрется узел в колечко, да, и сломает вершинку. Либо, когда там весной вы ловите пух на воде, там намотался, и, соответственно, вершинки как не было, да. Здесь это не грозит. Сюда пройдет, по-моему, все, что только можно пройти. То есть, здесь огромнейшие кольца. Притом, это кольца качественные, с хорошей качественной вставкой в кольцо. То есть, ничего отсюда не выпадает. Вот, у меня была такая вершинка на тесте. Я ее вот так вот побил даже несколько раз. Хотел посмотреть, хотя, ну, вообще, думаю, интересно, ну, свои заморочки были. То есть, мне интересно было узнать, что вот эта модель кольца выпускает и Корея, и Китай. И я вижу, что это как будто корейский. А я знаю, что некоторые модельки, та же модель этих комплекта колец, которая выпущена в Китае на одном из заводов, там часто выпадали вот эти вставки колец. Просто визуально я вижу, что это именно не китайские кольца, да, это корейские кольца. Вот, ну, вот я хотел так попробовать. Ничего оттуда не выпало, поэтому, скажем так, можете быть уверенным в качестве этих фидеров. Хоть эта серия считается относительно бюджетной в Спортексе, но качество на высоте. Значит, посадочные диаметры вершинок и так далее. Смотрите, пожалуйста, и какие-то еще замеры, да, чтобы мне здесь время очень много не убивать, потому что по статистике ролик, чем он короче, тем его больше смотрят. Соответственно, чтобы это все не нагнетать, кому интересно, заходите на сайт Multifish. Мы теперь официальные представители Спортекс в России. И смотрите все показатели, все характеристики, все будет там указано. Так, следующая моделька. Rapid перед фидер. PF 3012. 3 метра длина. 21,65. Ну, в общем-то, младшая сестра, можно сказать. По колечку. Ну, здесь у нас 10 миллиметров кольцо. Кстати говоря, я померю здесь, и у нас 15. Не помню, мерил, нет. Предыдущий 15, здесь 10. Значит, диаметр бланка 12. И рукоять у нас 20. Две вершинки в комплекте. Единичка и двушка. По тесту, по жесткости вершинки эти соответствуют. Вот здесь единичка, она действительно где-то, ну, вот, может быть, 1,2, что-то такое. Ну, скажем так, можно этим пренебречь и считать, что они соответствуют. Бланк, кстати говоря, не сказал. Очень красиво разукрашен. Вот такой цвет, скажем так, березки, как его называют, да, действительно приятно очень смотрится. Бланк здесь лакированный, где все надписи, а здесь уже такой шероховатенький. Очень симпатично смотрится даже вот для, ну, относительно бюджетной серии. В целом могу сказать вообще по фидерам этих, что качество очень на высоком уровне. То есть я, правда, много этих фидеров через мои руки не прошло, но то, что прошло и то, что я вижу какие-то нюансы уже, что называется, глаз, ну, занимаясь не первый год ими, да, и производством и так далее, сразу знаю, какой завод, на что смотреть, где там, да, какие нюансы, где какие косячки или слабые места у какого производства на каком заводе, да. То есть здесь в этом отношении можете быть уверены. Никаких кривых колен, да, у вас не будет. Воздушных каверн в угле тоже не будет, после которых происходит поломка. Ну, недаром, скажем так, производитель 10 лет гарантии дает на заводской брак на бланке. Значит, расстояние я не померил. От нижнего кольца до центра держателя 66, и рукоять у нас 36. Следующий бланк у нас мультипикер Рапид, МР-3050, трешка 10 футовик, 10-30 тест. То есть идут два вторых колена в комплекте, и, соответственно, у нас две вершинки, и, соответственно, такая пикерная вставочка, которую вы можете использовать при необходимости. По поводу вершинок идет стекло, и, соответственно, уголечек, карбон. По кольцам здесь тюльпанчик, так как это пикер, тюльпанчик уже не противозахлестный, а стандартный. Но пропускные колечки, точность такие же, очень крупные. Значит, по вершинкам единичка у нас стекло, и полторашка, это у нас уголечек. Так, и следующий, а, не поверил, под вечер уже, так, забываю, значит, 60 сантиметров от нижнего кольца до центра держателя, и 36 сантиметров у нас рукоять. Диаметр бланка 12, диаметр ручки 23. Так, ну и колечко у нас десятка. Следующий, вот такой розовый друг, F3050 295, длина 10-30 тест. Розовый друг, в комплекте две вершинки, стекло и уголечек. Колечки здесь мелкие, специально палочка рассчитана на ближнюю дистанцию, на ближнюю ловлю, карпа, плотвы, подлесчика, единичка и полторашка, так что единичка стекло, полторашка уголь. По диаметру, соответственно, 10 миллиметров колечко у нас, диаметр бланка 12, диаметр ручки 24. Ну и, соответственно, у данного пикерочка здесь такая вот козырная вставочка приятная, и ручка уже пробка. Следующая моделька, HF 4220 420 120 210 грамм тест, 14 футовик. Расстояние от кольца до центра держателя 60, рукоятка 53. Диаметр бланка 16, диаметр ручки 25, и диаметр кольца 25. Значит, в комплекте три вершинки уже, три унцы, пять унцы и четыре унцы. Пропускные крупные кольца, в принципе, по унцовкам все соответствует по жесткости, противозахлестный тюльпан, по длине вершинок 53. Следующий, MF 3631, 12 футовик, 360 сантиметров, 80, 150 тест. Колечко, также 25. Диаметр бланка 15, нет, вру 14. Диаметр рукояти 25, расстояние от кольца до центра держателя 60, и ручка 43,5. Три вершинки в комплекте. Две, три, четыре унцы. В точности также с противозахлестными тюльпанами, с очень крупными кольцами. Повторюсь, посадочные диаметры вершинок и другие измерения, какие-то нюансы, смотрите на сайте Multifish. Мы официальные представители компании Sportax. Вы будете покупать у официального представителя с 10-летней гарантией на бланк от производителя. Все бланки номерные. Вы вводите после покупки в течение 30 дней. Регистрируйтесь на сайте, вводите номер конкретного вашего удилища и получаете 10-летнюю гарантию на бланк. Следующий. HF 39, 19, 390 сантиметров, 13 футовик, 120-210. Тест. Расстояние от кольца до центра держателя 65, рукоять 48, диаметр колечка нижнего 25, диаметр бланка 15, ручки 25. В комплекте идут три вершинки, все вершинки карбон, 3, 4, 5 унций с противозахлестными тюльпанами, крупными кольцами, куда любой шок-лидер хоть 0,4 пролетает легко. Следующая модель. HF 39, 31, 13 футовик, 80-150 тест. Расстояние от кольца до центра держателя 60 сантиметров и длина ручки 48 сантиметров. Длина вершинок, сразу на всякий случай у него померяем, были вопросы, 54 сантиметра, длина вершинки. Кольцо 25, диаметр бланка 14, ну, практически 15, 25 тоже диаметра ручки, ну и, соответственно, по вершинкам. Три вершинки в комплекте, 3, 2 и 4 унции, все карбон, хорошие вершинки, очень прям, и сделаны приятно, лаковые такие, и тюльпанчики надежные, и колечки надежные. Так, в двух словах сказал, давайте тогда раскладываем, смотрим строй. Так, господа, давайте начнем с самого мощного нашего друга, значит, HF 4220, 420 сантиметров, 120-210 тест, мощнейший дальнобойный экстра хэвик, быстрого строя, средне-быстрого-быстрого, видите, я вот, то есть, в руках лежит тяжело, то есть, с него надо, им надо бросать, ну, фактически, как карповиком с двух рук, то есть, палочка действительно очень мощная, я ее грузил 300 с лишним грамм, и она все равно бросает, поэтому я здесь уже, уже просто сил не хватает так работать с ней, давайте нагружаем, насколько это сейчас возможно, если моей Константина Михайлович не поднимем вверх, смотрите, вот я со всей силы сейчас практически своей гружу этот фидер, даже уперся ногой, вот, видите, двумя руками, то есть, это мощнейшая палка для сверхдальних забросов, в руках лежит, ну, полукорповик, полуфидер, я бы так сказал, ну, вот, следующий у нас идет, как раз рука отдохнет, МФ 36-31, 360 см, 8-150, вот, приятная, просто вот, пушинка, по сравнению с ним, именно пушинка, быстрого строя, отличная палка для течения, посмотрите, какие огромные вершинки, в вершинке кольца, смотрите, какое пропускные кольца, то есть, сюда катушка встает, большой катушкодержатель, крупный, видите, когда уходит, он сюда, лапки встанут, он еще выше сюда, проворачивается, я вам специально показываю, да, то есть, до упора, то есть, хоть 8 тысяч сюда ставьте, без разницы, все отлично входит, у меня в катушке Cadence, как правило, не становится часто на держаки, некоторые модели Дайва, некоторые модели Митчелла, но вот, сюда встает все, давайте нагружаем, по поводу теста, все в рамках теста, он бросает, то есть, я пробовал больше, меньше, меньше не загружается, мордочка только бросает, а бланк включается, вот именно в границах теста, ну, смотрите, отличный бланк, просто супер, так что, вот, кому нужен, не длинный речник, пожалуйста, ну, еще один, экстра хэвик, HF 39, 19, 390 сантиметров, Т-120, 210, ставил 150 грамм, кормушку, ставил 250 вес, сюда на него, отлично бросает, но тяжело, просто чисто не тяжело, что тяжело, что груз тяжелый, поэтому, смотрите, кому нужно, вот такое, забросить, да, и сесть отдыхать, и смотреть на вершинку, то, пожалуйста, но как речник, я вам могу сказать, течение держит, я его тестировал на Москварике, там большого течения супер, конечно, нет, но по вершинке, да, и по нагрузке, прекрасно видно, что он будет держать отлично течение, смотрите, также упираясь двумя руками, и нагружаем, эх, сдвинем, сломается, так сломается, нет, даже не хрустит, вот, из минусов, ну, как бы, здесь минусов, наверное, не надо, но с таким тестом, ну, конечно, в руках он тяжеловато лежит, то есть, весь день, в темпово, при темповой рыбалке, конечно, он не подойдет, поэтому забросили, потемповали чуть-чуть, закормили как следует, тем же спомбом, да, ракетой закормили, и дальше уже в точку кормушки, можно бросать, значит, следующий, МФ 39-31, 30-90 см, 80-150 тест, также крупные, крупные очень кольца пропускные, смотрите, приятная палка, приятный речник, очень бросковый, хорошо загружается, у меня уже рука устала, видите, он болтается, не из-за него, а из-за того, что рука у меня устала, давайте загружаем, ну вот, смотрите, какая правильная работа бланка, я сейчас попытаюсь на камеру, как так вот снять, чтобы было видно линию, да, чем больше нагрузки, тем дальше он прогружается, видите, то есть, соответственно, когда вы будете бросать, он максимально берет энергии на себя, в броске, то есть, как вот, есть такие федера, я думаю, для всех не секрет, многие модельки экстра хэвиков, бюджетного сегмента, как правило, кайда какая-нибудь, еще что-то, многие модели, то фидер не бросает, он как бы у вас в руках вроде экстра хэвик, вы бросаете, а он как весло у вас, да, то есть, он сам не загружает, сам не отдает энергию в бросок, здесь как раз вот этого не будет, значит, следующий, EPF 31.12, 330-й, 21.65, тест, быстрая палочка, приятная, легенькая, вяжущая, носил, и при этом силовая, смотрите по колечкам, вот, хорошие колечки, матчевые колечки стоят, наверху, да, но при этом, катушка, катушка-держатель крупный, я сюда, пятитысячник ставил, шеститысячник, все проходит, спокойно, абсолютно, то есть, можете даже, даже и не думать, шесть тысяч ставите и работаете с ним, если нужно, на карповниках, ну, вот нагрузка, хорошо будет вязать, смотрите, вот такой бросок, вот такая нагрузка бланка, отличная палочка, кстати, я его перегружал, ставил на него 100 грамм, кормушечку, ну, не кормушку, груз, неправильно сказал, груз, 100 грамм, отлично бросает, также и продолжает бросать, как и в рамках теста, для кого-то интересно, если будет, значит, PF3012, следующий, сестра, младшая, трешка, 10 футовик, то бишь, 21,65, тест, ну, это намного легче, лежит в руках, точно такая же, быстрая палочка, вот, по поводу перегруза, 70 грамм кормушка, хорошо он справляется с ней, в плане перегруза, то есть, также бросает, но не крупная кормушка, не объемная, ну, смотрите, отличная палка, и пора было, смотрите, просто шикарная, да, ну, любо-дорого посмотреть, кстати говоря, по поводу вершинок, на все федера, мы поставили вершинки средние из комплекта, либо верхние, где две вершинки, значит, следующий у нас наш розовый друг, LF 3050, 295 см, 10-30, это мультипикер, здесь у нас пробковая ручка козырная, колечки сигает, ну, как и везде, смотрите, очень приятный пикерочек, на самом деле, легкий, звонкий, очень тонкий, как продолжение руки, то есть, работа с маленькими кормушками, но при этом бланк позволяет вязать крупную рыбу, то есть, это маленькие кормушки, это наперстки, это 28 грамм, это 42 даже грамма, кстати говоря, да, 42 грамма, я бросал им, вес, и 56 грамм, то есть, ну, просто груз, да, соответственно, это получается, грубо говоря, там, 28-30 грамм, плюс корм, вполне приятно себе бросает, давайте нагружаем, ну, вот, смотрите, как он будет вязать, ну, и в руках лежит, приятно очень, пробочка тоже хорошая, по качеству я имею ввиду, так, и дальше у нас идет уже Rapid Multi Picker, смотрите, сюда, там, как я говорил, идут два колена в комплекте, здесь я поставил колено, то, которое под вершинку, видите, вот я сейчас на камеру вам даже его разберу, вот здесь у нас стоит колено под вершинку, ну, и, соответственно, вершинка, показываю, как могу, вот, в комплекте я оснастил, что вы видели, второе колено, вот я пока за кадром кладу его, и вот второе колено, которое идет в комплекте, видите, я его оснастил специально вот такой, таким фиксатором поклевок, что называется, здесь резьба накручивается, и, соответственно, лесочка пропускается сюда, и вот этот вот индикатор поклевки, так называемый, он висит на леске, соответственно, для чего это часто применяется, это можно применять для осенней ловли карпа, очень удобно, потому что, когда карп чувствует натяжение вершинки, напряжение вершинки, то все равно он часто отходит, берет чуть-чуть, почувствовал, что так уже, когда вода посветлела осенью, а вот этот вариант, он получается, что практически нечувствителен для карпа, и индикатор, он висит на леске, вы не используете вершинку, ну вот смотрите, значит, обратно одеваю на мультипикер вариант уже пикерной ловли, ну фидерной ловли, MP3050, 30, 300 сантиметров, 10 футовик, 10-30, тест, ну вот такой строй, мягенький, приятненький, ну вот розовенький, мне чуть-чуть побольше нравится, здесь запас просто чувствуется помощнее, ну давайте нагружаем, ну вот я загружаю практически на полную тоже, ну вот сложится, ну отличная палка, карась, карп некрупный, да, побороться просто изумительно, и вот вы получаете два фидера фактически в одном, два пикера, да, можно сказать. Итак, друзья, вы посмотрели, и очень приятные палочки, однозначно советую рассмотреть их к покупке, дальнобойная серия, продуманная, качественно выполненная, хорошо сделанная, бланки очень бросковые, вяжущие, действительно, для сверхдальних дистанций, поэтому, кто ловит на реке, кто ловит карпов, кто ловит на стоячих водоемах, крупную рыбу на дальних, сверхдальних дистанциях, пожалуйста, должен сказать обязательно, не только по поводу Спортекса, но и по поводу всех удилищ, которые вы покупаете у нас, все покупатели нашего магазина и подписчики на социальные сети ВКонтакте, Телеграм и Ютуб канал получают две запчасти в год бесплатно в период проведения акции, второй момент, это бессрочная гарантия на заводской брак, на удилище, которое дает наш магазин, только, и третий момент, это все наши подписчики получают гарантию бессрочную на место ремонта, на удилище, которое вы сдаете к нам в ремонт, купленный не у нас, здесь должен еще рассказать по поводу Спортекса, в этом же ключе, производитель дает 10 лет официальную гарантию на бланк, поэтому все, кто у нас покупает, мы официальные представители Спортекса в России, вы покупаете, у вас к удилищу идет паспорт, серийный номер, вы в течение 30 дней регистрируетесь на сайте, вносите свою заявочку туда и получаете эту гарантию, Дальше по чехлу, бархатный, красивый, темно-зеленый чехольчик, с клапаном на липучке, непромокаемый материал внутри, соответственно, не впитывает влагу, не впитывает запахи, два кармашка, с клапаном, точность также на липучке, один кармашек для второго колена, и здесь же кармашек отдельный, для тубуса с вершинками, точность также на липучке, я очень надеюсь, что вам понравилось, если вы хотите сказать мне спасибо, для меня будет лучшим вашим подарком, что называется, это подписка на YouTube канал, Telegram канал, ВКонтакте, ну и, соответственно, покупайте в Multifish, всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok